Добрый вечер. Добрый вечер. Мы на сцене вашего театра в Вишневом саде. Сегодня премьера. Меня предупредили, что нельзя делать селфи и снимать. Почему боитесь, что конкуренты позаимствуют? Потому что захотят все прийти. Мы всех не можем. 800 мест всего. Как-то так захотелось бы распределить желающих на долгие годы вперед. Но уже ажиотаж хороший. В принципе, уже за два месяца билетов не было. Что приятно, потому что классика. Вроде бы на классику. Хотя нет. Не скажу так. На классику всегда были аншлаги, потому что классика даже сейчас пользуется большим успехом. Может, потому что соскучились. Тренд такой, классику адаптировать. И, допустим, у вас вишневый сад происходит в наши дни где-то на Рублевке? Или у вас прям вишневый сад? Это классический сад. И костюмы тоже. Мне не хотелось бы осовременить уже до такой степени. Идеи, заложенные у Антона Павловича Чехова, я думаю, что они современные по сей день. Другое дело, что у нас есть преимущество. У меня, как режиссера, есть преимущество, так же, как и у нас современных людей. Потому что мы знаем, что произошло в 17-м. Мы знаем этих людей. Поэтому образ Пети Трофимова у меня будет совершенно неординарный. Таким его еще не видели. А кто играет? Играет Сережа Куницкий, играет Трофимова. Ну, как вам сказать? Лучше прийти посмотреть. Потому что вот эти люди будут не то что выдирать, они будут уничтожать до основания, а затем их будет мало беспокоить. Это люди, которые нахватались идеи, которые из газет подначитались различных взглядов и, цитируя именно газеты, могут, в принципе, толкать речи. Но реально за всем этим не стоит подключение душевного. Это люди, которые абсолютно нигилисты, люди, довольно жестко относящиеся вообще к ситуации и живут потребностями вот такими низменными, даже порой низменными. Я боюсь испугать зрителя. Вы придите, посмотрите, там все оправдано. Все на самом деле в тексте у Антона Павловича и есть. А вы считаете, что у Чехова в оригинале был это, как сейчас принято говорить, месседж вот такой? У него был, конечно же, месседж. Он, безусловно, предполагал, планировал. Конечно же, Петя Трофимов там представлен таким идеалистом. Нет мира сего, он выше любви. Если Раневская ниже любви, и она порочна. И об этом написан Антон Павлович. И мы можем себе представить, что такое Раневская, которая порочна и которая ниже любви. Но для меня все то, что выше и ниже любви, это не про любовь. И все то, что выше и ниже, это те самые свободные отношения. Для меня то, что Петя выше любви, это те самые свободные отношения, которые были потом после революции. Если вспомнить, когда жили люди коммунами, когда твоя жена и моя жена. И, в принципе, секс, помноженное на еще раз секс. То есть тогда отношения были вообще свободны. Тогда же, кстати, уже остановились. Они вернули институт семьи большевики. Потом уже вернули, потому что поняли, что это идет... Это уже, по-моему, не большевики, а Сталин уже, который как раз зачищал после большевиков. Это уже при Евгении Сергеевича, когда они поняли, что мир катится в пропасть абсолютно. То есть вся страна практически деградирует еще больше. Мало того, что она после 17-го года просто рухнула. И благодаря этим свободным отношениям, когда... Да, товарищ, товарищ, ну что? Да, мне нравится. Вперед. Не проблема. Хорошо. Мне нравится твоя жена. Да, не проблема. Да, Дуня. Вперед. Да. Вот это ужас, уничтожение вообще. Само понятие любви, понятие семейных уз, понятие законов семьи, вот это уничтожение. Просто как ячейки общества тогда. Потом стали в спешке возвращать, потому что полная деградация. Мне нужно вот этого. Так что Петя Трофимова, это как раз про выше любви, свободные отношения. Мы выше любви, мы выше вот этих обязательств друг с другом. А гражданский брак и ничего больше. Продолжение следует...